Как не терять деньги в сетевом бизнесе? Или как перестать терять деньги в сетевом бизнесе, в интернет-бизнесе? Приветствую, друзья! На связи с вами Ольга Барабанова. И я с большим удовольствием хочу ответить на этот вопрос, потому что знаю, что для многих людей он актуальный. И данный вопрос актуальный для тех людей, которые сейчас только присматриваются к возможности заработка через интернет, к возможности развития в сетевом бизнесе. Или даже не хотят рассматривать сетевой бизнес, интернет-бизнес, потому что боятся потерять деньги. Так вот, давайте посмотрим, куда вы планируете деньги вкладывать и почему вы боитесь их там потерять. Ну, как можно деньги потерять? Для того, чтобы их потерять, их нужно кому-то отдать, правильно? И заблуждение первое и важнейшее, и, наверное, самое важное, что нужно понять, чтобы деньги не терять, не нужно их кому-то передавать. Либо, если вы их кому-то передаете, нужно быть готовым к тому, что вы эти деньги можете потерять. Это не только относится к интернет-бизнесу, это относится к любому бизнесу, к любому делу, которым вы занимаетесь, которым вы планируете заниматься, что любое предприятие – это риск. Вообще, в жизни, куда бы вы деньги не инвестировали, всегда есть вероятность того, что это дело может не закончиться так, как хотелось бы. Это касается как инвестиций и банк, когда вы относите, да, есть какой-то гарантийный фонд, но он не всегда, знаем мы такие случаи, когда люди очень сложно иногда и не весь свой депозит получалось у них вернуть, даже имея определенные гарантии, бумажки там и так дальше. Поэтому нужно понимать, что абсолютных гарантий в мире нет нигде. Но давайте вернемся к сетевому бизнесу, в котором по какой-то причине люди думают, что можно потерять деньги. Смотрите, сетевой бизнес сам по себе подразумевает продвижение какого-то товара, либо какой-то услуги. И когда вы начинаете настоящий сетевой бизнес, то этот бизнес начинается с того, что вы приобретаете себе продукт. Вы не инвестируете деньги в аренду помещения, вы не инвестируете деньги в то, чтобы наладить какие-то поставки, вы не инвестируете деньги в сертификации продукции. То есть во множество вопросов, в оборудование какое-то, множество вот этих вопросов, с которыми вы бы столкнулись, если бы вы начинали линейный бизнес, вот свой просто бизнес, открыли точку на рынке. Или открыли какой-то магазин, или какую-то сеть, гипермаркет. Вот если бы вы начинали, или вы планируете сейчас начать этот линейный бизнес, то вам нужно будет предусмотреть множество расходов. И вот тут как раз есть вероятность того, что вы можете деньги эти потерять. Каким образом вы деньги вложили, у вас дело вдруг не пошло, что-то случилось, может быть в стране какая-то ситуация, или еще что-то. То в этом случае есть вероятность того, что вы свои деньги потеряли. Теперь давайте посмотрим на сетевой бизнес. Вот эти множество вопросов берет на себя кто ваш стратегический партнер, компания, с которой вы сейчас начинаете, либо начнете работать. Соответственно, здесь вы уже свои деньги не потеряете. Теперь следующий, для того, чтобы начать сотрудничать, начать работать, иметь статус представителя компании, обычно в компании какое условие? Есть маленькая какая-то сумма для приобретения стартового набора, печатной продукции, например, или оплаты вашего интернет-офиса, вашего бэк-офиса. То есть это какая-то небольшая инвестиция, там от 20 до 100 долларов, обычно максимум. И, ну это не те деньги, которые вы бы инвестировали в свой линейный бизнес, там тысячи долларов. И следующее условие сетевой компании, это приобрести себе продукт. Почему? Потому что вы являетесь лицом этого продукта. Суть сетевого бизнеса заключается в том, что ты являешься сам продуктом своего продукта. Ты пользуешься продуктом и, соответственно, ты можешь рекомендовать его другим людям. Ты сам получаешь результат и можешь рассказывать об этом результате другим людям. Поэтому в сетевой компании вначале и есть условия, чтобы ты приобрел себе продукт. Теперь давайте посмотрим, каким образом ты можешь эти деньги потерять. Вот вы подумайте, вы приобретаете себе продукт, которым вы пользуетесь. Как вы можете эти деньги потерять? Никак. Если вы действительно начинаете бизнес в сетевой компании, вы обращаете внимание на то, какой продукт вы приобретаете. Вам самому нужен этот продукт или нет? Потому что если вы начинаете сотрудничать с компанией, продукт, который вам не интересен лично, вы не хотите им пользоваться, то вряд ли у вас получится этот бизнес, вряд ли у вас получится достичь тех результатов, за которыми вы приходите в данный бизнес. Поэтому в сетевом бизнесе деньги потерять нельзя, если ты с правильным подходом стартуешь. Конечно, если ты вкладываешь деньги в какие-то рискованные проекты, в какие-то рискованные ниши, если ты передаешь свои деньги кому-то в управление, компании, которые тебе обещают провести какие-то операции с твоими деньгами, конечно, это риск потери этих денег. Поэтому, друзья, я думаю, я ответила на ваш вопрос. Если вы уже теряли деньги в интернет, если вы уже теряли деньги в каких-то проектах, то обратите внимание, куда вы эти деньги направляли. Если вы хотите перестать терять деньги, то найдите себе компанию, в которой все, что нужно, это приобрести продукт, нужно получить свой результат, нужно настроить систему для продвижения данного продукта и, соответственно, создавать товаропроводящую сеть. В этом случае вы никак деньги потерять не можете. Спасибо вам большое за внимание, за то, что задались этим вопросом и за то, что захотели узнать на него ответ. До встречи в следующем полезном видео. На связи с вами была Ольга Горбанова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!